По словам энергетиков, основная проблема в том, что существующая сеть – это фактически коллективная собственность. Части линии принадлежат разным собственникам, которые бесконтрольно выдают разрешение на подключение сезонным предпринимателям. В сезон пиковых нагрузок аварии происходят постоянно. Что нужно делать для того, чтобы курортный поселок был сосведен? Сегодня, как мне говорят, в Витязево заезжаешь, как в тракторную бригаду. А молотят эти генераторы, стоит запах о солярке и выхлопных газов. Решением проблемы может стать строительство новой высоковольтной линии, которая снизит нагрузку на подстанцию в несколько раз. Эту работу готова взять на себя электроснабжающая компания «Аксой». Нами предусмотрены, скажем так, бюджет, где-то в районе 10 миллионов. У нас закуплено уже ТМЦ. Мы просто не ожидали, что так быстро будет эта авария. То есть, она действительно, ВТ-3 на сегодняшний день, это просто лоскуты, которые между собой не спаяны. Поэтому на сегодняшний день, когда я разговаривал с Анжелией Анатольевым, от вас мы бы хотели получить разрешение на строительство параллельной линии. К строительству параллельной линии приступят позже. Пока в разгар сезона начинать стройку нельзя. По словам представителей организации, работы займут не более трех недель. Проект избавит витязевцев от проблем с перебоями электроэнергии на годы вперед.